Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой виде канал снова! Меня зовут Юлия Парелла и в сегодняшнем видео мы с вами воспроизведем парочку вирусных макияжей из тиктока. Я знаю, что я слишком поздно в этой игре, как говорят. Дело в том, что я очень долгое время игнорировала эту популярную соцсеть тикток, и я не понимаю почему. Возможно, я думала, там очень много хайпа, но в общем, сегодня и вчера также, когда я искала вдохновение для своего следующего видео, я вдруг наткнулась на столько много потрясающих видео на тиктоке, и я поняла, что вот я смотрю эти видео, и мне хочется творить так же, и я просто поняла, что это то, что я хочу сегодня сделать, а именно макияж, вдохновленный тиктоком. Как вы знаете, сейчас популярен очень тренд естественность, все натуральное, хорошо подчеркнутые глаза, особенно фокси, а как ни странно, очень популярный тренд также, и в общем, все, что связано с румянами, это тоже популярно, как оказалось. Так вот, я нашла пару-тройку видео, которые позволили мне понять, что сейчас в тренде, какой макияж сейчас считается прям вау, классно, супер, огонь. Сегодня эти видео мы и воспроизведем на нашем лице. Итак, первый тренд, который меня заинтересовал, это, наверное, тренд, когда девушки накладывают сначала румяна на все лицо, а потом уже накладывают основу. Еще, кстати, забыла сказать, сейчас большинство используют именно липкий праймер на лицо, ну, в принципе, я понимаю почему, потому что таким образом основа гораздо лучше прикрепится к коже и не будет сползать в течение всего дня, я бы сказала так. Итак, я буду использовать свой праймер, который очень стал популярен на тиктоке, праймер от NUX, называется он Honey Dew, Honey Dew Me Up, и этот праймер липкий, как раз таки то, что нам нужно. Причем, изначально, когда я покупала его, я даже не знала, что он популярен был на тиктоке, и мне он нравится, только сейчас я не помню, когда я последний раз им пользовалась. Сразу видим на лице этот блеск и сияние. В качестве тона мы будем использовать сегодня мой уже ставший достаточно таким большим фаворитом среди моих других тонов, это тинт от Cosas. Хороший тинт на лето, потрясающий, и он дает коже дышать, а мне это очень нравится. Этот тинт, он, он очень-очень жидкий, я боюсь даже сейчас прижимый спонж. И, кстати, он, а, он впитывается в спонж достаточно хорошо, возможно, даже его наносить кисть будет чуть получше. Супер натуральный эффект. Следующий шаг это нанесение консилера. Сейчас консилер наносится, я так понимаю, в только двух местах, это вот здесь и вот здесь, таким образом глаза прям очень хорошо приподнимаются. Создается эффект лифтинга, мне очень нравится этот новый тренд. Очень дельный совет дала Морган Тернер, она сказала, что наносить консилер нужно вот именно вот в эти точки глаз, потому что именно здесь у нас оказывается видна усталость, усталый взгляд. И это моя любимая часть, я обожаю видеть то, как создается такая невидимая тень на моих глазах, и таким образом будет гораздо легче наносить макияж, потому что у меня уже есть черновик, так сказать, на лице. Я знаю, что мы выглядим как маска сейчас, но дайте мне секунду, сейчас все будет гораздо лучше выглядеть. Следующий шаг это брови. Как ни странно, брови сейчас предпочтительнее не рисовать карандашом вообще, а использовать что-то вроде воска. И я так понимаю, сейчас самый популярный продукт, когда дело касается воска, это именно Анастасия с ее Брау Фриз. Мне очень нравится продукт этот, как можно верить. Я хорошо использую этот продукт каждый день причем. Просто берем кисть для бровей, берем немного этого воска, фиксируем брови, даже не нанося никакой продукт на них. Я этого никогда не делала. Для меня всегда такой пунктик нанести что-то на брови, карандаш или пудру для бровей. Мне кажется, брови это самая легкая часть трендов тиктока. Ну что, брови у нас готовы. Мне нравится, как это смотрится, но это немножко необычный образ, потому что я привыкла к тому, что брови были более-менее очевидны на моем лице, чтобы они как-то выделялись. Но для эксперимента очень даже неплохо, как мне кажется. Итак, следующий тренд, который мне очень понравился, это макияж одной девушки, который прямо-таки меня вдохновил на создание этого видео, если честно. Эта девушка говорит, что это тот макияж, о котором у нее все всегда спрашивают. И делается он очень легко. Нужно просто взять такую прямую кисть, сделать стрелку и потом уже все дальше показано и просписано. Мне показалось это очень интересно. Еще он использует лак для волос, для того, чтобы брови закрепить. Мне показалось это немножко, ну, таким, необычным, поэтому я использовала проверенный брови сут Анастасии. Ну что, давайте попробуем теперь наш макияж в стиле Foxy Eye. Я взяла свою палетку от Iconic London, я получала ее в адвент календаре, и она приехала ко мне разбитой, но я попыталась ее честным образом отремонтировать немного. Мне кажется, это получилось. Я думаю, я хочу взять этот цвет. И далее она использует ватную палочку для того, чтобы подкорректировать. Далее в этом видео наша прекрасная девушка берет оттенок что-то вроде вот такого, я так понимаю, и наносим это на все века и не боимся расшевывать это так же, не заходя за линию нашей стрелки. Следующий тренд, который сейчас является популярным на ТикТоке, это использование румян по вот этим двум частям лица, закругляя при нанесении. Я буду использовать свои любимые румяна от KVD Beauty в оттенке Peony. И посмотрим, что это может нам дать. Идея эта должна нам дать очень свежий, такой отдохнувший вид. Я поняла, почему это так популярно, потому что я тут же ощущаю себя, как будто бы я только что вернулась, например, с пляжа, и мое лицо, оно, допустим, чуть-чуть сгорело вот здесь. Вот тогда у меня лицо сгорает, оно сгорает именно в этой части, и мне кажется, это смотрится супер освежающе. В качестве хайлайтера мы будем использовать жидкий хайлайтер от Rare Beauty в оттенке Enlightened. И сейчас это время именно всего жидкого. Жидкие хайлайтеры, кремовый румяна, в общем, сейчас это все популярно, и понятно, почему это все естественно смотрится. Аккуратненько растушую это пальцем. Ребят, я, извиняюсь, совсем забыла, в нашем макияже глаз девушка это использовала светлые тени, и она нанесла их на уголок бровей, чего я не сделала, поэтому сейчас мы это организуем. Так, я, наверное, возьму вот этот оттенок, называется он у нас Marshmallow. Далее, когда дело касается губ, трендов просто миллионы. И мне удалось все-таки, так сказать, выудить самые популярные. В каждом видео используется карандаш для губ для того, чтобы хорошенько их подчеркнуть. У меня карандаш от Liza Eldridge, и мне кажется, это один из самых идеальных карандашей, который подходит к цвету моих губ. Гряза более темная, ничего страшного. Очень мягкий. И вот эту линию посередине. Не знаю зачем, но очень многие делают. Мне почему-то хочется высветлить губы помадой от Наташи Динонной в оттенке Anida Nude, потому что она гораздо светлее, чем мои губы. Это факт. Все так же возвращаюсь к блеску. Я считаю, это будет самой лучшей идеей. У меня блеск в оттенке Teffitis от Rihanna и ее Gloss Bomb в мини-размере. Мне очень нравится наш образ. Я в восторге. Я не ждала, что это будет так красиво, естественно, при этом немножко даже секси. Далее, что касается ресниц. Я не видела на тиктоке, чтобы кто-то красил ресницы тушью. Обычно там все используют реснички накладные. И оказывается, сейчас самым популярным трендом это использовать реснички, которые наполовину обрезаны. То есть не полностью клеить ее на глаз, да, а именно половину. И так как у меня нет половинчатых ресниц, я буду использовать вот такие реснички. И мне нравится тот факт, что они на концах удлинены. И именно это удлинение на концах создаст нам эффект такого инстаграмного образа, тиктоковского образа. И вот такой у нас получился конечный образ, ребят. Я просто в таком восторге. Я никогда себя не видела такой красивой на камеру очень долгое время. Я не знаю, это такой простой образ. Но насколько он красивый, я просто в шоке. И в который раз я убеждаю, что иногда очень здорово исследовать разные платформы для того, чтобы получить это вдохновение. И я это сделала сегодня. Поэтому это такая моя маленькая победа. Очень надеюсь, что вас это вдохновило тоже. Возможно повторить этот макияж или поискать какие-то интересные макияжи на тиктоке или на ютюбе. В общем, да, как это красиво смотрится. Я в восторге от ресничек, надо сказать. Я ни разу не пробовала такие реснички, которые на концах чуть длиннее. Но именно это дает взгляд за совершенно другой вид. И мне это очень нравится. Вау. Если честно, мне кажется, этот макияж может быть как простым дневным. Конечно, если набить руку хорошо. Но и также он будет идеален на какой-нибудь выход в ресторан. Хоть я и вроде как бьюти-блогер, да, я знаю, как делать макияж. Конечно же, румяна тоже сделали свой эффект. Они придали лицу такой отдохнувший вид. Простой макияж губ, да. Карандаш для губ и, в общем-то, блеск. Все, пух, образ готов. И еще, знаете, что мне стало сейчас очень интересно, то, что иногда я не наношу бронзер. И в данном образе у нас нет никакого бронзера. Но посмотрите, как красиво смотрится образ даже и без бронзера. То есть, лицо выглядит очень даже оформлено. Дайте мне обязательно знать, что вы думаете об этом образе. Надеюсь очень, что этот туториал кому-то поможет сделать макияж такого типа. И очень надеюсь, что у вас все это получится легко и просто. Ребята, я на этом буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за просмотр. Спасибо, что досмотрели его до конца. Я, в свою очередь, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. И, конечно, я желаю всем, кто ищет вдохновение, найти его через разные источники. Я прощаюсь с вами. Ваша Еля. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.